Милый меня грешил, Градис. Это теле, как называется? Ты ее как называешь? Тележка. Тележка. Как она к тебе попала? Купила я ее. Когда? Да давно уже. Ну, слово давно, примерно. Ну, лет 10 тому назад. Лет 10 назад. Сколько ты платила за нее? Не помню. Ну, примерно хотя бы. Ну, не 100 тысяч. Тысячи, две. Ну, примерно хотя бы. Можем сегодня узнать. Ну, тысячу, может быть. Не помню. Ну, неважно дело во всем. Как часто ты сейчас ей пользуешься? Ну, сейчас-то не часто. Раньше пользовалась. Сейчас-то нет. Ты стоять на ногах не можешь. Поэтому вести не можешь. И я на ней не работаю. Работает кто на ней? Володя. Володя. Значит, я к тебе вот с каким вопросом. Тебе где что нужно, Володя привозит на ней. Весной, там на запруде он ей работает. Мое предложение тебе. Ты продай ее, Володя. Я тебе сейчас, у тебя денег нет, и все, я тебе сейчас заплачу за нее. И когда надо, он всегда все сделает. Как было, все так и остается. Но будет он хозяином, и она будет у нас находиться здесь. Ничего не меняется. Где бы ты еще ни сказала, Володя бежит. Воды, дров, в огороде копать. Володя все. И бегает за тебе туда за этой. Это несправедливо. Вчера он колет дрова и отвозит. А я там шкурю столбики. Когда я шкурился, я пошел к нему и тележку взял, и на ней возил дрова. Она удобна, чтобы в двери пролазить там. И мне пришла эта мысль. Мы сейчас эту куплю-продажу совершим. Да мне не надо, я могу подарить ему. Нет, не надо, нет. Я говорю, я могу в эту пещеру михпела. А Абрам говорит, нет. И заплатил за нее. Заплатил. Он нам могли, а тем более ему навстречу ушел человек. Я тебе заплачу за нее. У тебя денег нет. Ты нуждаешься в лик. Вон карандашик у меня тут. Так, если я тебе дам две тысячи. Согласен будешь? Держи. А за доброту твою я тебе еще даю. Здесь еще. На. Выкупай тебя себе. Чтобы была готова, поедем. И это будет здесь. Когда еще нужно, ты Володе скажешь, сделаешь. Мне она тоже не нужна. Надо определиться. Я подумал, что делаем неправильно. Володя ходит, выпрашивает. Она стоит, опять ходит, выпрашивает. А тебе когда нужно, не надо выпрашивать. Володя, вот он все сделал. Ты довольна этим? Довольна. Ну зачем ты заранее? Вчера я до этого тебя звал, когда носил. А ты запаниховал, обоих говорили, снимают. Не надо никогда ничего, радоваться надо. А с требующими. Перстень, на нем так написано, у Петра Первого было. Он не кончал университета. Почлен нескольких зарубежных академий был. Он ежедневно узнавал все. Так, скажи, Володя, сейчас тележка теперь твоя. Тележка твоя, Володя. Да я могла ее подарить. Нет, подарить мы знаем. Подарить это один вопрос. Другое дело ты платила. За чужий счет мы не живем. Она может сейчас подорожала, поэтому я умножаю на три. Или сколько. Если я узнаю, что она стоит сегодня дороже, я тебе доплачу. Ну все у нас, Володя. Вот я вчера это хотел сделать. Доколоть надо. Сегодня мы пойдем туда в морковку. Ты все у себя сделай. Просьба. Мы уезжаем в четверг, 10-го, как я понял. Так, Володя? Чтобы в среду день был свободный. Это пойти, простить, поговорить. Совершенно свободное. Мы к этому времени точно так же все хотим подготовить. Все собрать. Я не знаю, у тебя там картошка-то закрыта на Саманово или нет? Да. Да, чтобы еще у нас не замерзло. Сережа еще раз сказал. Этот, Алеша отвез туда и в углярку положил, чтобы картошку закрыли. Чтобы кипяток, хотя бы литра, часов в 10 утра, прийти к нам, раздолбить лед. Голубы-то не могут лед подолбить-то. Копыта нет у них. И чтобы они могли напиться. А раз они не напьются, они ели. Они все передохнут все. Голубей не будут. Сергей написал, принял. Принял известие. У нас переговоры идут. Вот так. Голуби меня сейчас охота смотреть, не пойду тревожить. Что-то какая-то напасть. Каждый день дохлые валяются и валяются. И вдруг я нашел в Краснодарском крае, охотники охотятся на диких голубей. Они называются, видите, вяхер. Или вяхер. Вот они когда летят, самые быстрые тут летают, не считая ястребов. Охотники на них охотятся. Приехали охотники, а там много их. Вадим говорит, зашел, 7 голубей валяются. Взяли, осмотрели, нет, их не стреляли. А потом, когда пошли где-то там на поле и показали, ну метров, наверное, 10, может быть, там меньше. Вот так уложили. Один к одному голуби. Вся площадь мертвыми голубями. И теперь что? В лаборатории где-то отправили, там прокуратуру подключили, все это узнали. Как мне показалось это в интернете. А остальные сжечь. Может, какая зараза. А главное, обвинение на полях травили мышей. Фермеры. Они сами травятся, фермеры. И отравленные продукты. И вот такое дело. Вот у нас может та же самая история. Где самые сильные голуби. Породистые, белые, с козырьками, с шиньонами. Только захожу, валяются, валяются здесь. Все лето нормально было и вот сейчас, осенью. А вот сейчас самолет гудел здесь, гудел. Раз, другой был. Они говорят, тут самолет летает все время, какой-то дельта. Оказывается, Кадняковский. Кто-то опрыскивает подсолнечник. И мы туда съездили и посмотрели, где самолет там, где летал. Зачем? Я до конца так и не могу понять. Когда он почернел, и он подсолнечник, уже созревший. Зачем? Я не так и не понял. Для чего, он говорит. Чтоб быстрее дозрел. Быстрее созрел. Это все какие-то... Америки уже отказываются от этого. Оттуда покупают эти яд. И батюшка взял, береза у него стоит. Он спрыснул вот так вот. Утром встал, почернелы все листья. На березе, на березе. Это вообще стойкая такая древесина. Все почернело. Ну, а ты же дышишь этим воздухом. Мы колорадского жука собирали, но не сбрызгивали. Это все для человека. Надо в масках. Маской где-то задерживает, где-то не задерживает. Ну, главное, вот такая история. Я о голубях говорю. Мне, конечно. Печерное. Я благодарю Бога. Господь знает, что и как. Мы же шарики оставляем здесь. Вчера продукты развезли. Что остается лишнее. Шарико в среду уже к вечеру тут. После обеда отвезем с Канугой. Договорились ухаживать будет. Ну, гулять с ним там, подать есть. Степа, Кустина. То есть у нас надо распределиться. А с Никитой договорился насчет голубей. Их много было тут. Сук 40, наверное. А сейчас десятки уже не наберешь, наверное. Все. Но, что интересно. Тут же у меня прирученные дикие. Ну, дикие называется. Которые живут здесь, в деревне голуби. Они шиненщиками. Одну я голубку такую заметил. Ее приголубил. И от нее пошли. Как породистая будто. А им даже нужны нету. Такие же дороги и все. Все на этом. Это сегодня у нас какое число? Четвертое? Четвертое октября. Четвертое октября. Пять часов, тридцать минут мы сделали эту сделку. Все. Я вчера целый день хотел, чтобы ты пришла. Но ты занята была там. Не подошла. И... Ну... Справедливо. Я не пользуюсь, ты не пользуюсь. Это все, Володя. И тем более мы не просто берем, а он. Это его. И ты... Она тебе не нужна. Стоять-то не можешь. Падаешь в храме и везде. И я такой же работник. Но мне понравилось, что она в вере пролазит. Я тут все в Володя. А он там складывает. Все у меня на этом. Ну, смотри. Починить бы надо. Ты меня маленько глянь. На кого я похож? Возьмешься, нет? Да мне сейчас некогда. Я готовлюсь и фуражку еще не закончу. Ладно, ладно. Я увезу их туда, в деревья. Это город. Все на... Ну, у меня там есть твои брюки. Да, это... Обойдемся. Возьмешь их. Ну, все. Давай. Ты никуда на кухню, иди, Володя, помогай всегда. Пока внести готовятся. Так нехорошо. За стол садимся, а готовят один. Я-ня-ня. Нет. Недоволен этим.